Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. И хочу начать с такого небольшого признания. Заходил я недавно в одну бухгалтерию, одного образовательного учреждения, где давным-давно должны были заплатить какие-то деньги, оболтался какой-то гонорар. И я туда пришел просить эти деньги с депонента, чтобы мне изъяли. И вот я так, сам совершенно не подозревая, сказал, вот я тут за денежкой пришел. И тут же осекся. И начал перед бухгалтером извиняться за эту денежку. И хотел сказать, вы знаете, я за деньгами пришел, но вот как-то вырвалась денежка. Она удивленно на меня посмотрела. Нормально, все люди приходят за денежкой. А я должен признаться, что я ненавижу все эти уменьшительные слова. И вот эта вот денежка вырвалась буквально из меня. И вот, собственно, об этой денежке и всех тех новых словах, которые, не которыми мы говорим, а которые очень часто говорят нами, я хотел бы сегодня пообщаться с нашим гостем. Это Гасан Гусейнов, философ культуры, директор Центра гуманитарных исследований Академии народного хозяйства и госслужбы, да, как она сейчас называется. Добрый вечер, Гасан. Добрый вечер. Рад вас видеть снова у нас в студии. И есть хороший повод. Вышла его книжка «Нулевые на кончике языка», которая, кстати, вот первый раз я видел представленный на дне города. Был такой бульвар читателей, о котором я уже рассказывал в нашем эфире. На Никитском бульваре прекрасная совершенно была ассамблея, такое собрание, авторы, поэты, писатели представляли свои книги, люди под осенними деревьями, по осенним листьям уже ходили, эти книги покупали, было прекрасно. И в том числе Гасан Гусейнов представлял вот эту книгу. Ну вот. Так что давайте поговорим о тех словах, о том новом языке, который сложился у нас в последние десятилетия, вот в эти самые пресловутые «нулевые». Что этот язык говорит? Потому что, вот как я сказал, и как, может быть, выразился бы один из, собственно, отцов нынешней семиотики и науки о знаках, о языке Ролан Бартни, мы говорим языком, а язык говорит нами. Или язык говорит о нас. Так вот, о каких нас говорит язык нулевых? Гасан, вот для начала немножко понять. Нулевые, ведь здесь же какой-то очень большой смысл заключен. Они не только нулевые по своему десятилетию. Да, по чисто календарному значению. Не нулевые в каком-то другом, мне кажется, более сущностном смысле. Да, дело в том, что эти годы называют нулевыми почти все. Мало кто говорит двухтысячные. Да. В редких случаях говорят двухтысячные. И, ну, в отличие, скажем, от девятисотых. Да-да-да, тогда я подумал, сто лет назад не говорили нулевые. Да-да, да. И, конечно, всякое такое рубежное десятилетие, оно воспринимается особым образом. И я думаю, что у многих людей, и, наверное, у нас с вами в том числе, на самом деле, мысль о том, на каком языке мы говорим, на каком языке наше общество говорит, приходят только по истечению некоторого времени. И я, на самом деле, писал большую часть вот этих очерков как колонки, и они появлялись в свое время, некоторые из них, некоторые новые. И я не думал, что это, в конце концов, выльется вот в некое целое. Поэтому оказывается, что некоторые вещи неожиданно для нас становятся такими, какими мы их видим потом. Вот эта характеристика, что минувшее десятилетие нулевое, она оказывается не моим каким-то изобретением, да, а, в общем, видимо, многие с этим согласны. Какой-то, да, какой-то очень важной характеристикой, я даже не знаю, с чем это связать, с какой-то невероятной, да, так или как то, что вот говорил Хлестаков, легкость в мыслях необычайная, с какой-то такой поверхностностью, может быть, с глянцем и гламуром этого десятилетия, который расцвел и отцвел уже, да, многие говорят о конце гламура. С каким-то невероятным облегчением и упрощением слов, с какой-то безответственностью, с которой многие слова произносятся. Ну вот даже вот с этого начать, с уменьшительных. Меня, например, я думаю, в этом эфире будет очень много раздражения, по крайней мере, читая вашу книгу, я видел, так сказать, вот такое поколенческое против новых слов. И у меня просто терапевтический эффект совершенно книга оказала, и, так сказать, нисколько не смущаясь, ее рекомендую читать, потому что я провел великолепные несколько часов, постоянно смеясь, очень юмористическая книга получилась. Ну вот, меня, к примеру, раздражают вот эти уменьшительные суффиксы. Заходишь в магазин, вам эмочку или элечку размер, вот, или, может быть, даже экселечку, вот, обменять денежку на эмочку. Вот как нам понять вот это вот какое-то совершенно фантастическое распространение этих уменьшительных суффиксов? Ну, здесь очень много таких попыток объяснить это было, и есть целая научная литература, да, в конце концов, есть целые языки, возникшие из торжества уменьшительных, вроде итальянского, да, который возник из торжества уменьшительных в латинском языке. От латыни, да, от вульгата, и возник, так сказать, постепенно, да-да-да. Есть такая, ну, скажем так, условно-социологическая теория, что люди, не очень хорошо знающие язык, приходящие к нему как к чему-то новому для себя, да, ну, вот, вроде мещанина дворянства, да, вот он узнает, что он говорит прозой, а другие люди понимают, что можно язык как-то помять немножко в руках. Ага. Они начинают говорить те вещи, о которых раньше не подразумевали. Появляется такой, вы знаете, очень лакейский язык, вот этот постоянно преуменьшающий и сюсюкающий. Я вспоминаю одну замечательную книжку, вот, я думаю, она не переведена на русский, надо посмотреть. Фоссел. Называется «Класс». Как же его фамилия? Фоссел — это те самые ископаемые. Сейчас я точно уточню, вспомню. Ну вот, и там он исследует на примерах речи в английском языке о том, как говорят, так сказать, низшие классы, которые хотят сказаться высшими. И вот этот весь язык таких магазинных приказчиков, такой смердяковский немножко, он как раз появляется вот на этом зазоре, когда люди с не очень большим образованием и с не очень высоким социальным статусом начинают говорить о неких, так сказать, высоких, значимых вещах. Это тоже есть. Но здесь всегда есть такая опасность, что мы за оценкой каких-то людей, как представителей низов, да, каких-то других, как представителей образованного класса, мы можем вытеснить... Живой язык. Живой язык. Живое словотворчество. Живое реальность, да. Здесь есть такая проблема. Ну да. Но все-таки вот смотрите, в именах Ольчик, Ленчик, Юльчик вот это вот появилось. Спасибки, приветики, вот это вот то, что пишут. Какое-то, как будто из слов выхолачивается их первичное значение, да, как будто тебе вместо хлеба предлагают какой-то вот попкорн. Вот было слово «привет». Вот вдруг оно превращается в «приветики». Да, но это вот связано, это, если говорить о массовом таком явлении, то мне кажется, что это связано с общей тенденцией некоторого презрения к языку как к важному такому инструменту познавательному, как к инструменту коммуникативному, и остается только его экспрессивная часть. Вот если мы сосредоточимся на чистой экспрессии, то мы должны что-то с языком сделать, и мы его вот так начинаем корежить. Ну да. Еще вспоминаю из этого там, я не знаю, рассказывала одна знакомая, у них какая-то девушка приходит на работу с утра потягиваясь, говорит, ах, девчонки, телка болит. Ой. Вот. Вот это вот я никогда не слышал, что слово «тело» можно тоже сделать уменьшительное. Ну да. Телка болит. Но вы знаете, Гасан, мне кажется, что за некоторыми такими уменьшителями кроются большие, так скажем, и даже архитектурные, архитектонические архитектурные сдвиги. Еще что меня дико раздражает – поклонка и манежка. Да. То есть вот это вот два места бывшей Москвы, которые были совершенно десагрализованы, были, я считаю, испохаблены Церетели и всей вот этой Водложковской архитектурной. Действительно ведь святые места, если подумать. Поклонная гора, на которой стоял Наполеон, кланялся Москве. Вот откуда видны были пожары Москвы, все эти 40-40 московских. И манежная площадь, как бы не относиться к Советскому Союзу, это было такое строго имперское пространство, продутое ветрами истории, где строились колонны к параду и так далее. И во что они превратились? В какие-то балаганы с зайцами и медведями, а там какой-то, прости господи, балаган памяти устроили, с подсвеченными красными фонтанами. И вот то, что их народ назвал поклонка и манежка, мне туда даже и идти не хочется с такими названиями. Ну да, но это связано, может быть, не только с тем, что вот их так назвали, потому что их стали считать низменным таким вот местом. Я думаю, что здесь продолжение все того же, о чем вы сказали, что вот есть некая социальная среда, которая поднялась, и которая, в общем, к словам относится как к некоторой низменной сущности. Вот когда язык в целом становится в обществе более-менее низменной сущностью, вот тогда такие вещи происходят. У меня как раз об этом есть главка там, да, вот о Васильевском острове, вот о таких вещах, которые Васька называют. Да-да-да, то, что Васька называют. Здесь было несколько интересных дискуссий, потому что вот одни люди тоже вот такие питерские или ленинградские, по-старому говоря, люди очень не любят, когда говорят так, а другие совершенно этого не замечают, то есть просто пропускают мимо ушей и говорят, что это какая-то такая ненужная чувствительность у тебя к языку, вот к этим словам, это сейчас не работает. Если начать на этом сейчас, как теперь стали говорить, загоняться, то неизвестно куда мы придем. Заморачиваться. Грузиться, грузиться. Не парься, да, не грузись. И да, вот это целый словарь. Мне кажется, это все-таки, Гассан, поколенческое. Я не знаю, не могу представить, чтобы Бродский или люди, для которых вот это вот, скажем, страны не по ГОСТу, не хочу умирать, на Васильевский остров я приду умирать, и вдруг вот этот Васильевский остров становится Васькой. Ну, не знаю, может, это карнавал такой по Бахтину. Ну, да, хотя в том поколении тоже был свой подобный словарь, и своя ирония над тогдашними, так сказать, высокими словами. Ну, тут существенно, чтобы у нас самих не возникло ощущение, что идет какая-то порча, падение, упадок нравов. Все-таки этого тоже нет. Есть же потрясающие совершенно там молодые поэты, которые сочиняют всякие стихи замечательные, которым 20 лет, которым 25 лет или 30 лет. Они создают новый язык, который как раз вот в эту книжку не попал, и не может попасть, потому что он еще социально не релевантен сейчас. Да, да, нет. Он вот станет важным через еще 10 лет. Ну, вот сейчас надо ловить какие-то их голоса. Но все-таки вот социальная релевантность вот этих уменьшительных суффиксов, мне кажется, где-то один из знаковых совершенно трендов десятилетия. Вот это вот какое-то у нас уменьшительное десятилетие. У нас президент такой был, Медведев, да? Он весь как сотка-сотка из этих уменьшительных суффиксов. Да. Такой он какой-то детского вида, плечики узкие, голова большая. И вот, кстати, к вопросу о детских, тоже еще один такой домен, да, зона, в которой живут эти сисюка еще и суффиксы. Тут была недавно в «Московских новостях» колонка Ксении Турковой, которая вышла на сайт какой-то под названием или там «Сообщество активных мамочек». И там, конечно, вот в этом вот женском языке, там такие вещи, я не знал, я не знал просто это как бы я, мимо меня, вот эта вся жизнь. Беременюшечка. Да-да, это я как раз посмотрел. Есть овуляшки, женщина-овуляшка, годовасики. Как это годовасику? Пихулечки есть. Это когда, не то, что все подумали, это когда ребенок, так сказать, внутри в живот стучится, это называется пихулечки. Ребенка запузячивают там. Ну, не знаю. Да, ну это, да, тут основная проблема, может быть, даже не в том, что этот язык, так сказать, существует, потому что, видимо, он был всегда, и более-менее вот это огромное сюсюкающее пространство, оно было всегда. Просто благодаря интернету оно стало вот видимым, и оно не исчезает сразу. Вот оно, есть целый сайт, есть какие-то чаты, какие-то форумы, какие-то такие вот чат-пространства, и там это зависает на некоторое время. Потому что очевидно, что когда люди попадают в особые условия, например, там, в роддоме, где-то есть свой внутренний или всегда был свой внутренний жаргон, но он никогда не выходил, скажем так, он не выходил в письменное пространство. Сейчас он стал письменным. И этим объясняется его присутствие. Поэтому его стало больше, он стал просто заметен. Не только письменным, я у вас же вот читаю, что фактически действительно мне пришло в голову, он стал языком брендов, все эти, Агуша, Растишка. Конечно, Растишка, это да. Это все совершенно такие, как теперь говорят, кислотные названия, от которых сразу хочется все это содержимое обратно испустить. Ну, да, такая... Но даже и домик в деревне, это какая-то сусальная бабушка совершенно нерусского вида. Какого-то или там по бабушкиным рецептам, вот это все. Это все, да, вкус знакомый с детства, непонятно с чего с детства, да. Конечно, это... Конечно, когда этого становится много, то следующее поколение может, в общем, уже ничего специального в этом не видеть и не слышать. Ну, да. Вот тут есть своя опасность, да, как вот Лева Рубинштейн говорил не так давно, что главное не то, что люди просто там, молодежь, я не знаю, матерится, а в том, что она не считает мат матом. Да. Хотя он все еще остается матом, да. То есть вот здесь тоже никто не считает, что это сюсюканье. А почему сюсюканье? Никакой, а в чем тут сюсюканье? У него растишка там, вот это вот домик деревень. И в результате оказывается, что вот это и есть водораздел между поколениями. Очень точно, вы знаете, действительно, я это слышу, мне просто иногда потрясено, хочется там подойти, если какие-то там девушки рядом. Потом я понимаю, что они меня искренне не поймут. Потому что раньше мат был неким актом языковой трансгрессии. То есть это было некое утверждение своего мужского начала, своей взрослости. Ну, неважно, в любом случае. А сейчас это просто стало языком, на котором они думают, говорят некой такой смазкой языковой, без которой даже слова не выговорится. Да. Ну, вот такая десемонтизация. Она связана, конечно, что тут очень много, скажем так, многое нуждается в исследованиях дополнительных. Мне вот еще очень интересно и понравилась одна из главок вашей книги. Это встречка. То, что, так сказать, езда по встречке. Вот здесь же какие-то скрытые такие очень сильные, ну, не комплексы, а чувства, да? Да, ну, да, то есть появляется слово, которое вступает на самом деле в противоречие. Вот как теперь говорят, да, оно оскорбляет чувства, так вот оно оскорбляет здравый смысл. Потому что человек, так называющий встречную полосу, да, вот он таким образом объявляет всех остальных, людьми более низкого звания, чем он сам. Да, потому что вот это не вы едете по своей полосе, а вы едете по моей встречке. Я человек, а ты никто. Ну да, не я по твоей, а ты по моей, да. Да, ты едешь там, где, ты осмеливаешься ехать там, где еду я. Это менталитет человека с мигалкой. Да. И самое смешное, что это перенимают люди, которые вовсе не имеют ни этих прав, да, совершенно нормальные люди перенимают вот этот говорок и не задумываясь над тем, что они говорят и как они себя. Ну да, этот менталитет встречки. Вы знаете, вот буквально на днях была опубликована очень, я считаю, хорошая статья. Посмотрите на aslon.ru. Александра Баунова называется, как вы выключи мигалку, сними мигалку. Вот по следам этой чудовищной аварии, когда человек ехал пьяный 200 км в час по Минской улице и снес остановку с семью людьми, там, пятеро детей, сироты, их воспитатели. Вот. И вот он пишет, что у нас у всех в головах есть вот эти мигалки. Даже дело не в том, что пьяный или не пьяный садимся за руль или, так сказать, ездим 200 км по Москве, а в том, так сказать, бытовом повседневном хамстве, с которым, собственно, которая свойственна многим российским водителям. Вот эта встречка прописана. И последнее, чтобы уже закончить с этой темой из уменьшительных суффиксов, вот это вот, я не знаю, как вы объясните, в наших меню вот эта вся селедочка под лучком с водочкой, вот как ни придешь, нигде даже вот просто, скажем, водка не напишут в меню, там, не напишут селедка, помидорчики. Обязательно им надо написать огурчики, помидорчики. Да. Сталин Кирова убил в коридорчике. Коридорчики, да. Ну, это продолжение все того же, и, в общем, это желание сделать что-то особенное. То есть, если говорить о меню, то желание написать так, это желание как-то, вот необычным образом я опишу эту вещь, а вот с некоторым вывертом или там с лаваерсом, да, старым. Так что здесь все тот же набор вот такого лакейски-халуйского. Лакейски-халуйского. Вы знаете, даже, да, переходя уже на ресторанную вот эту тематику, у них тренинги какие-то в ресторанах такие очень лакейские. Вот это вот они каждый раз желаем вам хорошего вечера. Желаем вам, так сказать, приятно-приятно-приятно провести время. Вот это вот пожелание. А, даже вообще не хотят, чего хотите. Меня всегда спрашивают в ресторане, чего желаете. Вот это вот, я думал, это осталось где-то вот в этой, в такой старой басенной литературе, чего изволите. А тут меня спрашивают буквально все эфициенты, чего желаете. Я говорю, я не желаю, а хочу меню. Ну, да. Ну, может быть, это связано с тем, что сейчас же очень много говорят и, так сказать, действуют в этом направлении о таком вот возрождении традиции. И это как раз такая традиция, да, вот купеческая ресторанная эстетика конца 19-го столетия, начала 20-го века. Так что тут это понятно. Это как... Ага, это в духе... Да, это в духе вот открывается ресторан, в нем все должно быть похоже на какие-то трактиры в духе Машкова или Кустодии. Вот такая вот восстанавливается некоторая... Обед у Яра, цыгане, стрельна. Да, 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 да. Из той же серии, наверное, вот это вот кушать. Это меня совершенно... Вместо есть, все говорят, кушать. Да, да. И хотя здесь бездна всяких, так сказать, старых анекдотов на эту тему и высмеивания всего этого кушать и так далее. Вся эта борьба с так называемым мещанством, которой несколько десятилетий было посвящено. Но на самом деле вот это мещанство, оно... Сколько с ним не боролись, оно все-таки существует. Вот некоторая толща жизни. Ну да, прорастает вот этот вот быт. То, что, так сказать, Маяковский как раз писал, да. Вылез до вылез до мурло-мещанина. Да. Из той же серии «Присаживайтесь». Вот это вот тоже. Это суеверия такие языковые. Но это от блатника идет, это от блатного. Это от блатного. И ни в коем случае нельзя сказать вот что-то такое, вот, да, вот там, это как кто крайний, кто последний. Да, вот нельзя сказать последний. Сначала было нельзя говорить, кто последний. Надо было говорить, кто крайний. Потом нельзя говорить, кто крайний. Надо было говорить, за кем я буду. И ни в коем случае нельзя сказать, садитесь. Потому что сразу будет подтекст, что сесть, значит, только сесть в тюрьму. Да, сесть не всегда успеем. Все успеем. Нельзя сказать, что человек спит, отдыхает. Я как-то не понимал этого значения слова подросткам. Я говорю, ну, что значит отдыхает? Я просто к телефону хотел с ним поговорить, он может продолжать отдыхать. Меня высмеялись сказать, что как этот человек может во сне с вами говорить. Я говорю, так он спит. А, спит. Ну, тогда понятно. Да-да-да, это, конечно, действительно такой непонятный, это даже эфемизм, неэфемизм. И как-то иногда так шуфтку собака была там спрашивает, ну, как твоя собака? Она когда спит, я говорю, она отдыхает. Да. Вот, так что. Ну, присаживайтесь здесь же, помимо прочего, с уверенностью, ведь это то, что вошло за последние 20 лет очень много понятий блатного мира у нас. Вот эта вот блатизация через шансон, через все вот это, вот эти вот понятия, они как-то... И это буквально везде повсеместно. На телевидении сплошь, на ток-шоу приходят гости, все, так сказать, все их, эти хосты, присаживайтесь, присаживайтесь. Да. Я обычно спрашиваю, а сесть можно, вот как бы, так сказать, на полную задницу, не на краешек. Да. Эфемизмы, кстати, да, насчет последней, вы знаете, я тут тоже, ну, на велосипеде катался, по кольцу велосипедом в Крылатском с человеком, он говорит, ну, поедешь еще, говорю, ну, наверное, последний круг и все. Говорит, не говори, последний круг поеду. Ну, это суеверие, да. Не дай Бог, а скажи заключительный, завершающий круг, ты же еще будешь кататься когда-нибудь в жизни, да. Да. Ну, вот это может быть, кстати, связано с какой-то архаизацией нашего сознания. Очень большое количество таких вот суеверий, там, руку через порог не подавать. Да, но я не знаю, архаизация ли это, я думаю, что все-таки, во-первых, советские суеверия, у меня даже есть целый каталог этих суеверий, в другой книжке, которая вышла там 10 лет назад, такой словарь. Она называется для служебного пользования, ДСП, такой довольно толстый словарь. У меня там есть некоторый каталог советских суеверий, после этого я собрал их еще больше. К примеру. Ну, к примеру, если в редакции газеты или журнала роняют на пол рукопись, то на нее надо немедленно сесть, потому что иначе будет что-то в цензуре, будет какая-то неприятность. Прямо на полу сесть? Прямо надо на пол сесть, да. И я однажды был свидетелем того, как довольно тучное лицо, так сказать, с разбегу село на мою рукопись, и потом мы это лицо поднимали, довольно серьезные нужны были усилия, и потом действительно была цензурная проблема с этой рукописи. А тут вымарывали упоминания Ходосевича. У меня сохранилась и верстка, и окончательный вид этого издания. Так что вот такого рода бывали суеверия. И, конечно, языковые суеверия, да, вот все эти. На себе не показывай. Да, нельзя на себе показывать, нельзя пришивать на себе, если у тебя пуговица оторвалась, то надо снять, и так далее. То есть в действительности это, конечно, такая подготовка к нынешнему мракобесию. Вот то, что мы переживаем сейчас, это такая подготовка, потому что она объясняется многими вещами. То есть, с одной стороны, вот это советское общество, как бы было обществом таким, ну, вот модернизационным, как бы, по сравнению с тем, что было до того. А с другой стороны, внутри этой модернизации сидела некая сакрализация, мифологизация марксизма, да, вот это была все-таки не какая-то там, говорили, что это научная теория, но в действительности представляли себе некий культ и так далее. И вот для людей, скажем так, специально не подкованных в этой области, каковых было, видимо, большинство, все-таки для них такая обычная спиритуальная жизнь должна была наполниться каким-то содержанием. Вот они ее, они не могли наполнить ее, скажем, христианским содержанием, каким-то там, мусульманским. Они жили в светском обществе. Они наполняли ее вот всеми этими суевериями, какими-то, иногда совершенно нелепыми обрядами, которые вот вводились. Я, кстати, не знаю действительно других таких стран, например, только в России я встречал вот то, что вот тут четное и нечетное количество цветов. Что четное количество цветов... Да, это вообще никого. Тут люди удивляются. Только на похороны, когда это иностранцам говоришь, у людей просто очки на лоб лезут. Да, да. Вот, а у нас, не дай бог, там, я не знаю, там 10 цветов кому-то подарить. Ведь человек не поленится, посчитает. Боже мой, что вообще, как мертвому? Или нельзя принести, там, не знаю, в больницу нельзя привезти цветочек в горшочке. Потому что принес землю, это вообще страшно. А, я не знал. Это тоже, да-да-да, это тоже. Существует бездна. Действительно бездна. Нельзя подарить что-то, надо обязательно какую-то деньги за это взять. Платок нельзя подарить. Некоторые это на галстук распространяют, потому что надо обязательно заплатить. Нельзя подарить кошелёк, в него надо положить монетку. То же самое ребёнка нельзя показывать. Нельзя что-то показать. То есть, на самом деле, вот жизнь... Ну, таким был Вавилон, говорят. Ножек нельзя дарить. Да, нельзя, да. Таким было, нельзя передавать за столом чего-то. Там, соль нельзя передавать. Поставь. Действительно, но эти суеверия, тут интересно то, что их такое вот языковое выражение часто нулевое. Ну, когда начинаешь с людьми говорить, то как-то вот... Ну, да. Ну, да. Вы знаете, тоже вот я заметил, говорят из-за слова какое-то вместо там гостиной, говорят зала теперь. Причём зала. Это откуда-то из такой архаики, из Державинской, откуда-то просто там Самароков там вспоминается. Я даже видел в каком-то магазине, в каком перекрёсток у нас, и вот я как-то зайдя за какой-то там задний стенд в этом перекрёстке увидел, там такое на стене написано менеджерское зало. Я даже сфотографировал надо. Как-нибудь... Не бокал, а фужер. Да? Ещё бывает не стакан, а бокал. Вот у нас с вами на столе здесь, наверное, стоят бокалы с водой. Стакан как бы слишком просто для людей считается. Да. И вы знаете, последнее, с чем вот эти хочу поделить, вернее, две даже вещи. Комфортно такое слово. Вот как, по-моему, очень знаковое. Неудобно. Да. Это что? Это какое-то такое вот... Ну, удобно, просто недостаточно... Это недостаточно комфортно. Это слишком просто. А комфортно, это значит, я вот знаю, что такое действительно удобно. Да-да-да. Это просто более высокая степень слова удобно. Да, более высокое удобство такое... Не парикмахер, а стилист. Да-да. Потому что если ты ходишь просто к парикмахеру, то что ты... Лох какой-то, вообще лузер. А вот я хожу к стилисту. Не продавец, а консультант. Консультант, да. Да. Это такая... Это такая особая... Но это опять, видите, это тоже выражение некоторого недоверия к языку или некоторого презрения, скорее, к языку, к наличному языку. Да. Вот другой язык возьмем, вот что-то другое скажем, и там будет лучше. А вот то, что у нас есть, мы этим... Это такой мусор. Ну да, вот удобно, комфортно, действительно, мне кажется, очень такой знаковый водораздел, как, там, не знаю, там, я хочу, чтобы, там, девушка, предположим, говорит, я хочу, чтобы тебе было со мной комфортно. И это создается такой некий, задается тип отношений абсолютно... Ну, я бы сказал, западных таких, да, таких красиво, там, с коктейлями посидеть, так сказать, провести вечер. Потому что это не из серии неких таких, вот, к вопросу о нулевом языке, да, не сущностная, да, потому что, скажем, человеку может быть с кем-то тепло, уютно, радостно, хорошо. А комфортно — это уже некая такая поверхностность и такие формальные вычурные отношения. Вот тоже, знаете, хочу таким, все, делимся раздражением, поделиться. Реклама BMW, как перевели. Ведь у немецкой BMW есть прекрасный совершенно их слоган, который по-немецки звучит «Фройде амфарн». Радость вождения. Причем, вот, вы жили в Германии, вы понимаете, что слово «Фройда» значит. Да. Это же «одок радости», это огромный смысловой мир. Переведено, да? Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, это просто радость. Ну, радость. Как бы не... Не всякий думает, когда говорит по-немецки «Фройда» о таких культурных коннотациях. Но, тем не менее, это радость. А у нас переведено не радость вождения, а с удовольствием за рулем. Знаете, вот это меня всегда убивало. И вот это вот такой лакейский перевод вместо радости вождения перевели BMW с удовольствием. Вот это вот перевели в невероятно такое... Немножко при... Да, немного... Сисюка еще. Да, да, да. Получайте удовольствие. У нас цивилизация комфорта. Да. У нас цивилизация удовольствия. Ну, вы знаете, давайте поговорим теперь, может быть, о таких терминах нулевых уже, политических. Вот, скажем, о всей этой медведевской огромной семиосфере. Вся эта модернизация, инновация, сколково. Ну да. Что? Абсолютно нулевая какая-то, да, у них наполнение? Или они сыграли какую-то роль? Ну, я думаю, что они роли не сыграли, потому что тут... Здесь есть такая проблема. Их с самого начала воспринимали люди вот на улице. У меня есть там такая рубрика «Железнодорожно-подслушанная». Вот все, что говорят в электричке, там, в автобусе. В общем, их воспринимали как какую-то пустоту. Вот так же, как было при позднем Брежневе. И мало того, когда говорят такого рода слова, на самом деле, ведь это же такие очень ответственные слова, да, например, стабилизация. И мы знаем, что говорят там стабилизец, стабилизец, стабилизец. То есть готовность в обществе это слово немедленно как-то высмеять, и она очень высока. Поэтому эти слова, особенно инновация, ну, их никто не воспринимает всерьез. Действительно невозможно. Хотя потребность в инновации, в модернизации огромная, но поверить очень трудно в то, что вот... Настолько заболканных. ...именно из этих слов, да. Они просто какие-то становятся уже абсолютно шутовскими, как нанотехнологии. Чтобы там, не знаю, через эти нанотехнологии Чубайс в какую-то уже просто фигуру такого шута превратился. Да. Хотя понятно, что нанотехнологии реально существуют, и реально есть какие-то достижения, наверное, где-то. Но вот этот эпизод, со мной же случилась эта история с нанотехнологическими фенечками, да? Это было очень смешно. Это как? Расскажите. Ну, я на рынке измайловском, на листе брезента лежали карточки картонные. На карточках было написано, продаются невидимые нанотехнологические энергетические фенечки. То есть ничего нет. 10 рублей, 20 рублей, 30 рублей. Если купишь 10 штук, за 80 рублей вот эти. И я у него спрашиваю, я говорю, а какие вы посоветовали? Он говорит, знаешь, бери по 10, они лучше всего. Я ему действительно заплатил 80 рублей. Мне просто сама вот эта процедура очень понравилась. Я говорю, а как их? Он говорит, вот ты купишь, тебе на всю жизнь хватит. И можешь делиться с друзьями. Ну, такая форма, с одной стороны, просто форма нищества, потому что он стоял босыми ногами, такой малый. Очень симпатичный. Получил эти 80 рублей. Отсыпал мне в карман вот это невидимое энергетическое. Потом, посмотрю, к нему подходит какой-то парень с девушкой. Тоже, что так прицениваются. Смотрят на эти карточки. Вот это нанотехнология. Это же гениальная история. Это гениальная история. Это история про Сколково. Да, это совершенно история про Сколково. Но только это такое вот личное, маленькое, такое микро Сколково. Потому что здесь гигантские затраты. И совершенно с таким вот непонятным результатом. Да, там хотя бы деньги он не пилил. А он ничего не пилил. Он честно совершенно объявлял людям, что они приобретают нечто невидимое. Но вот со своей добродушной физиономией вселял какую-то, хотя бы на эти 5 минут, какую-то радость. И у меня до сих пор воспоминания самые, прошло вот как раз где-то 10 лет, самые приятные воспоминания об этом молодом человеке. И я считаю, что это действительно успех нанотехнологии. Потому что вот он показал мне, что это такое. И с языком показал. Потом это слово энергетический тоже. Энергетика. Очень важное слово десятилетия. Да, очень важное слово. У него энергетика мощная. Мощная, да. Что это такое, никто не знает. Кстати, да, у вас я прочел, когда этих Ванкувер олимпийцев отправляли. С патриархом. Это вот эти старые... Как там было, напомните, с этим, с Ванкувером? Ну, нет, что вот колдуны, что вот их всех собрали, как-то нацелили. Да и с патриархом же они, по-моему, с Кириллом. Да, да, да. Он им говорил, что что-то такое как-то их... Но потом в Ванкувере как-то получилось неудачно. Потому что я уже не помню, какой там повод был. Не, просто один из олимпийцев сказал что-то, так сказать, не помню, что говорил, но энергетика у него мощная. Да, 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 вот это была цитата. У патриарха энергетика у него мощная. Это точно, да, да. Но это вот такое соединение. Это тоже ведь позднее советское время, когда вдруг все стали заниматься вот аурой, там, чакрами. И была замечательная такая вот частушка, как над нашим над селом, ауры зеленые, карма ехать в гастроном, покупать крепленые. Вот такого рода вещи, они, конечно, в каком-то смысле вот в эти нулевые годы доставляют, или, как сейчас говорят, просто доставляют. Доставляют, да, да, да. Что доставляет уже? Да, 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 это слово без... Глогол перестал быть переходом. Да, 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 нет у него управления управляемого. А к вопросу о карме, кстати, да, они, кстати, везде в мире существуют. Вот недавно просто сегодня прислали фотографию такой, есть, не знаю, есть ли в Москве сеть неких карма-баров, карма-ресторанов, где там написано при входе, ты... Чистим чакры. Нет, не чистим чакры, не чистим чакры. Вы ничего не заказываете. Вы приходите, садитесь и получаете то, что вы заслуживаете. А, это круто. Карма-карма-карма-ресторан. Это интересно, да. Ну вот нанотехнология, мне кажется, это такая, наследование давней русской традиции кормления словом. Вот у нас как бы, да, у нас не страна мяса, а страна советов. То же самое, как была книга о вкусной и здоровой пище, где, так сказать, людей кормили этой микояновской книгой, как микояновской колбасой сейчас, да? Да. Тоже еще одно такое возрождение. Слушайте, а вот такая вот вещь из нового, ну не совсем нового, и все-таки больше 10 лет, но, мне кажется, в наш разговор это вписывает. Смайлик. Как нам воспринимать смайлик? Это вот тоже некая нулевая вещь? Или все-таки она добавляет к языку что-то? Ну, к письменному языку, конечно, добавляет. К письменному языку добавляет, потому что в устном обиходе не понятно, как этот смайлик обозначать. Да, это... Или к этому вот, к этой промежуточной форме письменно, устно-письменной форме. Здесь есть, мне кажется, одна опасная такая тенденция, действительно опасная. На этот смайлик многие просто спихивают то, что в другом случае или в другое время человек вынужден был бы как-то синтаксически, стилистически как-то выразить. Да, вот, что он улыбается, это должно быть видно из текста. Или что ему грустно что-то писать. Это должно быть видно из текста. Поэтому в этом смысле сам текст, который предшествует смайлику, он становится более примитивным. То есть от тебя, как от автора даже одной строки... Меньше требуется. Меньше требуется. Поэтому здесь есть элемент такой. Я тут должен сказать, что когда я писал эту главку, я ее писал в каком-то смысле в ответ на страшное возмущение одного замечательного британского блогера, который корреспондент или работал раньше корреспондентом в России, очень хорошо пишет по-русски, ведет блог на BBC, Харрис его фамилия. И он как раз умаляет россиян не пользоваться смайликами. Вот у нас смайликами пользуются только 16-летние, 15-летние подростки. Вот так, во взрослой речи нет. Во взрослой речи, письменной речи этого нет. А здесь вот может университетский профессор пользоваться смайликом. И действительно вот так вот ловишь себя на том, что иногда ставишь этот смайлик. Иногда только одни смайлики есть. Конечно, люди злоупотребляют этим. И я сам могу в коммуникации злоупотреблять этим. Отчасти, правда, потому что, когда очень много приходится отвечать студентам на какие-то электронные письма, или на какие-то их комментарии, ответы, то, конечно, это экономит силы. Ты должен вроде бы как бы некую приязнь выразить. И вместе с тем у тебя сейчас нет времени что-то писать более подробно. Ну да, да, тратить время на теплоту. Но это дисциплину, конечно, собственную дисциплину, владение словом, такую дисциплину письменной речи. Это ослабляет, снижает. Это тут есть такой момент. Есть, я боюсь, что если это будет использоваться все шире и шире, а мне кажется, оно ширится, потому что все, ну, так сказать, я в своем поколении сорокалетних все больше от своих друзей, от вполне серьезных людей, которых, так сказать, нельзя заподозрить в невладении приемами стилистики. Получая вот этих смайликов, и я боюсь, что это рано или поздно станет нормативным, так что написать письмо без смайлика, ну, не официальное, скажем, а вот в каком-то дружеском общении уже станет таким моветоном, что мы будем вынуждены ставить смайлик, чтобы дать понять, что мы ничего плохого не имеем нашим письмом в виду. Может быть, а может быть и нет. Но у нас все-таки мы в плане пользования, да, вот электронной корреспонденции лет на 10 моложе, там, американцев, скажем, да, или французов, и у них потом сошло как-то на нет. Может быть, это, может быть, это и уйдет. В конце концов, маленькие дети тоже сначала пишут печатными буквами, а потом начинают писать, да, то есть, ну, с другой стороны, вот не вручусь, просто. Не знаю. Ну, да. К вопросу о буквах, кстати, о печатных. Вот тоже, мне кажется, интересный тренд пошел в нулевых. Прописные и строчные. Очень много стали писать с прописной буквы. Да. С чем это объяснить? Ну, тут несколько таких разных объяснений. Одно такое чисто технологическое. Люди набирают часто на компьютере что-то, какой-то текст, и нажимают Enter. При переходе на новую строку автоматически слово в предыдущей строке, да, то есть, слово в этой строке начинает писаться заглавное. Ну, или после точки просто. Или после точки. Они просто не переставляют вот эту автоматическую установку, да, в каком-нибудь в Орде. Это один вариант. Другой вариант связан с тем, я это наблюдал на протяжении очень многих лет, когда студенты сдают письменные работы, видишь это. Даже грамотный человек часто в знак уважения к предмету, о котором он говорит, либо удваивает согласные в этом слове. Например, многие пишут там Гёте с двумя Т, потому что им кажется, что Гёте вот, ну, как-то так вот. И вот это удвоение сопровождается также, скажем, преступлением и наказанием, когда, проще написать, пишут преступление и вдруг наказание тоже заглавное. Ну, так у Достоевского. Ну, да, графическое лакейство. Да, графическое лакейство. Это очень много. Тоже, да, президент, вот это вот, премьер, там, генеральный директор, финансовый директор. Вот это всё, конечно, идёт. Но, с другой стороны, ведь, мне кажется, очень много идёт сейчас и, вот если говорить о вот этой вот лакейской речи, о сесюкающей речи, может быть, даже в связи с последними законами языке, вот этой сохранения детской нравственности, пошло же табуирование очень многих слов. Я не знаю вообще, как всерьёз или не всерьёз воспринимать слово «голубой» сейчас на телевидении, фактически становится табуированным, гомосексуализм, гей. Да. Вот, то есть, неоархайка уже, она, как бы, стала торжествующей. Да, ну, это связано просто с таким опережающим цензурным рвением, да, то есть, из-за чего, ну, нормальный человек не может, в общем, связываться с этим всем телевидением, таким вот государством и так далее. Да, то есть, там иногда какие-то совершенно нелепые вещи, просто непонятно, как люди. Причём сами, я думаю, что основная проблема в том, что даже если не спускают сверху какие-то команды, они вдруг сами начинают чувствовать, что вот это лучше не сказать, вот это лучше, давайте в другое время там. Ну да, да. Это очень чувствуется. Это как раз самый такой прискорбный момент, такая вот интересная самоцензура, форма самоцензуры, когда человек ограничивает сам себя, пытаясь предвидеть, предчувствовать, чем он может задеть начальство, вот какое слово, какое имя. К вопросу о цензуре, буквально недавно на эфир, вот сейчас уходя, я посмотрел в интернете, на Тёму Лебедева собираются подать в суд, на его ЖЖ, за то, что он там пишет Бог с маленькой буквы. Ну да, ну да, это замечательно. Православная общественность говорит, что она оскорблена в лучших чувствах, оскорблении чувств верующих. Ну да, ну вообще это сочетание слов, вот это вот оскорбление чувств, как, да, это как, да, вот, унесённые ветром, да, оскорбление чувств. Это, конечно, знак, но это знак уже не нулевых годов, а вот десятых. Я не знаю, как мы из этого выберемся, потому что это полный абсурд, с одной стороны, полный. Но мы в него приехали. Но мы в него приехали, да. То есть мы приехали в каком-то смысле во времена, подготовленные вот этим языком. Очень точно, Гасан, да, я абсолютно соглашусь, что это была какая-то, с точки зрения языка, нулевые были некоим десятилетием выравнивания территории. Это вот этой выжженной земли, когда у слов, так сказать, изымались их какие-то старые первичные значения, прорастал вот этот вот лакейский, клиентоориентированный какой-то ресторанный кафе-шантанный язык, со всеми этими беременюшечками, элечками, эмочками, эсочками, поклонкой и манежкой. А в результате-то, после выборов тех и вторых и триумфального третьего пришествия известного лица, вот, мы получили вот это уже, так сказать, зал Павроры. Вы знаете, вот это мы вышли, собственно, на последнее, о чем я хотел поговорить, да, перед кем лакействует язык. Собственно, язык лакействует, по-моему, перед одним адресатом, который у нас есть в стране, язык Путина. Давайте поговорим о языке Путина, ВВ. Вот как вы его расцените, так сказать, маркируете? Ну, вы знаете, это очень интересное явление, такое очень многоплановое, и в нем, в этом языке, то есть, конечно, это не просто язык одного человека. Конечно, это такой выстроенный язык, и до известной степени выстраданный язык. Ну, раб на галерах еще бы. Да, да, да. С одной стороны, я враг всяких теорий заговора, что кто-то там специально сидит, обдумывает. Обдумывает, но понятно, что какая-то группа лиц, я не знаю, кто эти спичрайтеры и так далее, но какие-то люди думают, как было бы хорошо, чтобы первый человек говорил. Вот такая мысль, она понятна, и она правильная. Вы думаете, это вкладывают? Есть, да. Но у него у самого есть его собственная речевая натура, которую он бы не смог спрятать. Да. Поэтому он ее очень выдает. И он ее выдает, здесь есть несколько пластов. Значит, вот первый пласт, который я вижу, это пласт, вот так сказать, ну, сотрудник спецслужб, который безумно разговорчив. Вот все эти его встречи с трудящимися, это возможность, так сказать, побазарить с людьми, по-простому поговорить с ними на любую тему. Он эксперт во всех областях, он знает все. От оперения каких-то стерхов до стоимости зерна на мировом рынке. Вот все эти встречи с трудящимися, это потрясающее зрелище. И меня это, как-то я это сопоставлял с двумя вещами, с двумя текстами, которые я читал когда-то, вот изучая язык на ранней фазе. Первый текст это мемуары Филиппа Денисовича Бабкова, который был в свое время начальником 5-го управления КГБ, ответственным за работу с диссидентами, потом стал где-то бизнесменом, не то в Испании, но и не то еще где-то. Вообще фамилия как из Достоевского абсолютно. Да-да-да, она совершенно такая, да. Это как фамилия Поддевалина, который ведает Храм Христа Спасителя. Это уже Салтыков, Чедринский. Но над фамилиями нехорошо смеяться тоже. Как говорится, мне можно смело сказать, ты свою фамилию посмотришь. Так вот, эти люди, как только, как говорится, поминование приказной системы, где у них есть звание и точное место, где они должны сидеть, они становятся невероятно болтливы. Они начинают рассказывать вещи, о которых лучше бы им не говорить. И третья такая книга, кстати, или третий текст, о втором я еще не сказал, третий текст, это книга Судоплатова, мемуары Судоплатова. Где тоже вот такого вот проговаривания колоссальных военных тайн, о которых лучше не говорить, оно просто не знает границ. А книга, которая на самом деле открывает глаза или раскрывает глаза на сущность языка Путина, очень интересная книга, это книга Елены Трегубовой, записки Кремлевского Зигера. Там очень много ценных материалов, крайне ценных материалов. И самый ценный материал в этой книге – это сообщение такое вот о главном профессиональном свойстве, так сказать, вот спецслужбиста. Он, говоря с человеком, пытается его зеркалить. То есть он делает себя приятным собеседнику тем, что он начинает говорить на его языке. И вот Путин – это человек, который говорит на языке некой социальной толщи, которую он считает своей. И которую он хочет расширить. Это, я бы сказал, социальное поле Жириновского. Это социальное поле людей, которые надеются, что если они будут близки к власти в какой угодной форме, они что-то такое огребут свое, и у них будет лучше, чем у соседа, который с ними рядом живет. Ну да. Вот это такой курортный балагур, который все знает, все умеет, все понимает. И он и хохмит. Он и при случае анекдотик расскажет. Где-то такой закосит чего-то такое. Куда-то такой подъедет и получит что-то. У него все есть. У него все схвачено. Он, это мы знаем, американцы, да они там вообще, что там говорит. Мне кажется, Михалков очень часто так говорит. Михалков тоже так говорит, но Михалков осекается все время. Он так, ему и хочется так сказать. Но вдруг он вспоминает, что он дворянин, вроде ему неудобно, а приходится быть жлобом. Он вроде дворянин, а приходится быть жлобом. Здесь этих проблем нет, потому что здесь вся история человека, вся его... Вот, ну, как бы попроще. Ну да, да. И этот язык, конечно, он страшно интересен, потому что он, с одной стороны, очень подлинный. Потому что действительно так говорит огромное количество людей. И на этом языке думает и чувствует огромное количество людей. С другой стороны, когда ты вдруг начинаешь воспитывать людей на этом языке, вот тут ты должен понять, что из него вырастает и другая совершенно социальная среда. И с этой социальной средой ты потом не справишься. Она тебя сожрет. Ну да. А вот это все эти, жевать сопли от мертвого осла уши, прикусить язык, что Горбачеву он советует прикусить язык, совать гриппозный нос. Новые слова я узнал от Путина абсолютно. Он не знал, кошмарить, я не знал такого слова. А, кошмарить это не будет. Кошмарить сказал Медведев. А, это Медведевский? Кошмарить бизнес. Сказал Медведев в тот период, когда он пытался тоже играть крутого и тоже действовать, так сказать, вот идти в кельваторе Путина. Потом он стал выходить из этого и пытался, наоборот, изобразить себя интеллигентом. У него началась такая фаза, здесь тоже немножко об этом есть, это глава, где он против хамства выступает. У него есть такое вот, может быть, даже это такая попытка развести, вот с одной стороны такая хамоватость, путинского лексикона, манеры говорить, а с другой стороны вот это вот антихамский, как бы антихамский тренд, который пытался... Типа, я интеллигент. Ну да, я вроде интеллигент. Но при этом само понятие хамства тоже очень сложное вообще в России, в русском, да? Речь, конечно, речь, конечно, хамская, архетип абсолютно. Но вот скажем, что я от Путина, это точно Путинское знал, отбутскать, болельщикам можно говорить. Да, что вы, фанаты, не знаете, как сделать, отвели бы за угол, да, отбутскали. Не знал я этого слова. Но при этом, заметьте, Путин, вот это вот лакейство в речи, извиняется. Да, вот когда он, значит, в сортире, вот это вот было террориста, извините, в туалете поймаем. Это же жутко, это такое мещанство, так сказать, извиниться. Ну, да, но... Или контрацептивой, когда он, да, Белый Ленточич сказал, извините, хихикая сказал. Я подумал, что это контрацептив, с трудом выговорил его язык. Да, но это как, да, это интересно. Хотя я думаю, что он хотел сказать презерватив, но потом подумал, что презерватив, слово хоть неприлично. Да, да, да. Решил сказать контрацептив. Получилось совсем смешно. Ой, ну, слушайте, ну, в общем, да, вы знаете, я думаю, что в 90-е годы, в нулевые годы, в наш язык, уже подводя итог нашей передачи, пришел некий хам и лакей. Пришел он, так сказать, в одном персонализованном обличье, в целом язык приобрел какие-то достаточно хамские, лакейские, смертяковские черты. Со всеми своими кушайте, присаживайтесь, с поклонкой и манежкой, и одновременно скошмарите, буцкать. Как будто замычала некая без языка и архаика городских окраин. Ну вот, но мы-то с вами, слушающие это все-таки городские люди, городской класс, так что давайте хотя бы на некоторое время, или лучше навсегда, откажемся от слов «кушать» и присаживайтесь. Вот, и читайте книгу Гасана Гусейнова «Нулевые на кончике языка», получите огромное удовольствие, как я получил, проведя с ней просто ночь, не заснув, пока я ее не прочел от корки до корки. Ну и что нам сказать? Спасибо, доброй ночи и удачки. Не дождетесь. Доброй ночи и удачи. Это была программа «Археология». За пультом Иван Куприянов, продюсер программы «Дина Турбовская». Я ваш археолог Сергей Медведев. Всего доброго.